МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Ваучейская. И вот о чем расскажем сегодня. Печора под контролем. На реке вновь пресечен незаконный вылов Сёмге. С места происшествия изъяты орудия незаконного вылова, сети лодка, а также сами водные биологические ресурсы, добытые незаконным путем, в количестве 10 экземпляров рыбы различного вида, в том числе сёмга в количестве 8 штук. Какое наказание грозит чёрным рыболовам? Долгожданное новоселье. В посёлке Красное многодетные семье оленеводов вручили ключи от нового жилья. Руси на улице. Соткрыли поеду, потом козелу. С выезда не будем жить. Сколько ещё кочевников планируется обеспечить комфортными квартирами? Скорости, крутые виражи. Мотогонщик из Вижеса представил Ненецкий округ на чемпионате России по экстремальному эндуро. Как простое увлечение стало делом всей жизни, об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Стражи порядка продолжают пресекать незаконный вылов водных биологических ресурсов на реке Печора. Так, в минувшую субботу, 20 июля, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе рейдовых мероприятий были выявлены два жителя региона, осуществлявших вылов рыбы с товной сетью без соответствующей лицензии. С места происшествия изъяты орудия незаконного вылова, сети лодка, а также сами водные биологические ресурсы, добытые незаконным путем, в количестве 10 экземпляров рыбы различного вида, в том числе семга в количестве 8 штук. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Напомню, за незаконную добычу вылов водных биологических ресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3 лет. Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа возглавил Павел Окладников, сменив на этом посту Ивана Болтенкова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Павел Анатольевич Окладников родился в Нарьинмаре, окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации имени Бодж Буревича по специальности инженер многоканальных телекоммуникационных систем и Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности государственное муниципальное управление. В 2010 году был назначен на должность начальника службы внутри аэропортовой связи Нарьинмарского авиаотряда. В 2012 году возвратился на работу в Ненецкую компанию электросвязи и до 2015 года работал на руководящих должностях. В 2015 назначен директором Ненецкого информационно-аналитического центра. В 2018 году принят на госслужбу заместителем руководителя аппарата администрации Ненецкого округа. 1 апреля 2019 на должность первого заместителя руководителя Департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа. Как отметил Павел Окладников, основной задачей, поставленной губернатором перед департаментом, является развитие информационной инфраструктуры. Это прокладка волос до населенных пунктов Ненецкого округа с целью улучшения качества и снижения стоимости услуг связи и доступа к сети интернет. Второй немаловажный аспект, который стоит, это, естественно, предоставление государственных услуг. Это немалый фронт работ, и это облегчает жизнь нашим гражданам, нашим жителям, да и нам всем, по сути. То есть здесь, как я уже ранее говорил, мы говорим про проактивные способы предоставления услуг и про... вот сейчас мы запустили единое хранилище документов не так давно, то есть это все тоже для удобства. А третья немаловажная составляющая, опять же, как ранее говорил, это все-таки защитить нам все это. Кроме того, совместно с коллегами из профильных ведомств Департаменту цифрового развития предстоит дальнейшая реализация мероприятий по развитию телемедицины и дистанционного образования. Для этого, безусловно, надо готовить кадры, да, и это немаловажная задача. И здесь мы для себя ставим, я для себя ставлю все-таки все больше и больше практики давать нынешним студентам. То есть сейчас мы будем смотреть, мы будем на наших учреждениях это отрабатывать, чтобы действительно те студенты, которые получили теоретическую часть, они могли получать практическую часть. И уже после выхода из среднеспециальных учебных заведений, и мы, и они понимали, что да, вы будете работать вот здесь. За такие-то деньги, за такие-то задачи, да, и в дальнейшем мы там готовы помогать с высшим образованием. Ну и, естественно, привлекать сюда студентов, закончить их вузы. Сегодня в рамках информационного проекта «11 шагов к Нью-Нау», посвященному реализации нацпроектов в регионе, руководитель Департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников на брифинге с окружными журналистами рассказал о реализации в Ненецком округе национального проекта «Цифровая экономика». Как отметил Павел Окладников, основа цифровой экономики в регионе, как и везде по России, это построение информационной инфраструктуры. Такая большая проблема для Ненецкого округа. То есть далеко не везде у нас есть высокоскоростной интернет, хорошие каналы связи, присутствие сотовой связи. Это будет являться как раз-таки основой для создания цифровой экономики. То есть первое – это создание сетей, то есть обеспечить жителей, государственные учреждения, государственные предприятия непосредственно услугами связи. И в дальнейшем мы будем как на детскую пирамидку нанизывать на вот это основание все-все-все дальнейшие услуги. Это и электронный документооборот, это и информационная безопасность, что немаловажно. То есть это действительно, мы с вами дальше будем беседовать, количество угроз и атак, которые идут к нам даже сюда, в Наринмар, они растут. Я об этом всегда говорю. Это такая достаточно большая проблема, которую мы тоже должны устроить в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Мы будем говорить и работать над совершенствованием государственных услуг. По словам Павла Окладникова, до конца октября 26% госучреждений региона должны быть подключены к высокоскоростному интернету. К ним относятся ФАПы, образовательные организации, избирательные комиссии, пожарные участки, подразделения Росгвардии и сельсоветы. Особое внимание руководитель профильного департамента уделил информационной безопасности. Все данные о нас с вами уже хранятся в электронном виде. Мы это прекрасно понимаем, мы это прекрасно знаем, и мы очень сильно переживаем за утечку всей этой информации. Так вот, все эти данные содержатся в наших оригинальных государственных информационных системах. Здесь, наверное, можно уже отметить такие достаточно хорошие достижения. У нас стоит показатель простоя государственных информационных систем в год в результате компьютерных атак. То есть, о чем мы говорим? Прошла какая-то компьютерная атака, информационная система встала, ваши данные стали либо недоступны, либо подвержены какой-то угрозе к распространению. Если у нас стоит норматив по 2020 году 24 часа простой, то сейчас мы уже достигли, вышли до часа. То есть, в результате атак, либо каких-то обрывов, либо чего-то еще, у нас государственная информационная система простая. Вот средняя, на самом деле, уже даже меньше час в год. Мы считаем, что это неплохой показатель, в том числе, также для всех жителей. Что касается кадрового обеспечения сферы цифрового развития, то Павел Окладников рассказал о работе с региональными СУЗами при подготовке специалистов IT-сферы. По его словам, задача регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» – это обучение уже работающих специалистов компетенциям и технологиям, востребованным в цифровой экономике, и, конечно, работа с подрастающим поколением. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Осенью в большую часть поселений Пешского куста придет быстрый интернет. Специалисты Ненинской компании электросвязи приступили к завершающему этапу, оборудуя точку передачи сигнала между снопой и нижней пешей. На объекте побывала и наша съемочная группа. Чуть больше часа в небе, и винтокрылая машина приземляется в местечке Грабежное. Это около 30 километров от нижней пеши. Здесь – точка, где устанавливают промежуточную станцию, которая будет принимать радиорелейные сигналы снопы и передавать его в нижнюю пешу. Высота этой мачты около 30 метров. Ее сотрудники Ненинской компании электросвязи возвели всего за несколько недель в апреле этого года, когда приступили к первому этапу реализации масштабного проекта. Возводили объект в спартанских условиях. Апрельские метели, ветра и сильные морозы будто проверяли на прочность намерения связистов. Тем не менее, за три недели удалось установить антенномачтовое сооружение, опоры для оборудования альтернативной энергетики. Кроме того, вместо привычного контейнера под станцию вмонтировали так называемый кессон. Его обычно используют для создания погребов. Обеспечивать работу станции будут шесть солнечных батарей и ветрогенератор. Их установкой специалисты Ненинской компании электросвязи займутся в ближайшие две недели. Жители пеши в тестовом режиме, я думаю, что должны почувствовать это в середине августа. То есть мы планируем здесь работы выполнить за две недели и в середине августа. Я думаю, что будем пытаться в тестовом режиме запускать именно пешу. То есть давать улучшенные сервисы, интернет в первую очередь. Людям всем нужен интернет. В основную работу станцию планируют запустить в сентябре. Именно тогда жители так называемого пешского куста смогут в полной мере оценить качество интернета. Ведь сейчас в селе сигнал подается через спутниковый канал. Максимальная возможная скорость – 5 мегабит. Как показала практика, для арктической территории подобный метод – один из самых эффективных и быстрых. По аналогии с пешской линией, связисты планируют построить промежуточные станции для канала Индиган-Нарьинмар. По той аналогии, которую мы строим в Нижнюю пешу, мы планируем сейчас проще просто прийти с Нарьинмара сюда, потому что расстояние поменьше и земля другая, ну, с точки зрения строительства. Потому что переходить от пеши в Индигу, там есть сложности с каменной грядой тиманской. Поэтому есть свои проблемы. Пока идем по наработанной технологии. В ходе поездки связисты осмотрели предполагаемые точки для размещения промежуточных станций передачи сигнала. Ну а зимой планируют приступить к непосредственному строительству объектов. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, Телеканал «Север», Ненецкий автономный округ. На участке дороги Нарьинмар-Красная продолжаются ремонтные работы. В соответствии с госконтрактом на одном из участков планируется заменить дорожное покрытие, обустроить тротуары и объекты наружного освещения, а также перенести инженерные коммуникации. Напомню, дорога, которая связывает национальный поселок с окружной столицей, в этом году вошла в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого в регионе. Реконструкция по условиям контракта должна быть завершена не позднее 20 декабря 2020 года. Сегодня выполнены работы частично демонтированные старые бетонные плиты. Ведется работа по перекладке коммуникаций, ну и непосредственно по самому дорожному полотну. Идет работа, завозят материал, щебень, песок, ну и все, что там необходимо. То есть мы, конечно, очень надеемся, что те неудобства, которые сейчас есть для жителей Красного, то есть это центральная дорога в поселок Красное, ну закончится побыстрее. То есть хотели просить строителей закончить работу в этом году. Реконструкция дорожного полотна позволит также установить две дополнительные автобусные остановки для удобства жителей поселка. Ну а накануне в Красном отпраздновали новоселье коренные жители Тундры. Многодетные семьи оленеводов вручили ключи от нового дома. Департамент внутренней политики Ненецкого округа заключил договор социального найма с семьей Волчейских. В семье 10 человек и жилое помещение площадью более 120 квадратных метров предоставлено труженикам Тундры в рамках региональной программы по обеспечению жильем оленеводов и чумработниц. Чтобы получить ключи от долгожданного нового дома, супруги Волчейские специально прилетели в Красное из Тундры. Двухэтажный дом состоит из шести комнат, кухни и ванной. По словам новоселов, пока в новом доме они будут жить периодами. Летом в Тундре, а зимой здесь. В очереди на получение жилья семья состояла с 2016 года. До этого приходилось арендовать небольшое жилое помещение в поселке. На сегодняшний день в очереди на получение жилья состоят 63 семьи оленеводов и чумработниц, занятых в окружных оленеводческих хозяйствах, в том числе в общинах коренных малочисленных народов Севера. Право на получение жилья от региона распространяется также на оленеводов, достигших 50 лет, и чумработниц от 45 лет, которые не заняты в оленеводческих хозяйствах на момент предоставления этой меры поддержки. Для того, чтобы ставить на учет, есть две категории граждан, это чумработница и оленеводов, чумработница. Одна из которых, значит, оленевод должен отработать не менее 5 лет в оленеводческом хозяйстве и находиться на работе в оленеводческом хозяйстве, не иметь злого помещения. В принципе, этого достаточно. И есть вторая категория – это оленеводческие работницы, которым исполнилось, скажем, оленеводом 55, оленеводом 45, которые уже отработали не менее 25 лет, и которые могут, в принципе, уже находиться на службе, могут быть пенсионеры. В ближайшее время в Красном между оленеводами распределят еще 5 жилых помещений, которыми Государственный жилищный фонд округа пополнился в мае. Кроме того, заключен государственный контракт на приобретение 8 жилых помещений в селе Ома. Завершение строительства этих домов запланировано на ноябрь 2019 года. Планируется заключить контракты и на приобретение 4 жилых помещений на территории поселка Нельминос. Житель деревни Вижас 24-летний Алексей Бобриков прославился благодаря своему увлечению, которое сегодня стало неотъемлемой частью его жизни. Спортсмен настолько виртуозно исполняет трюки на своем мотоцикле, что теперь о его таланте знают не только в родной деревне и Ненецком округе, но и далеко за его пределами. Тему продолжит Ирина Никешина. В свободное от работы время Алексей Бобриков оттачивает свое мастерство, покоряя новые вершины. Тренировочную площадку в родной деревне он оборудовал собственными силами. В ход идут старые бочки, бревна, но и это далеко не предел его возможностей. О своем увлечении Алексей охотно рассказывает на собственном YouTube-канале «Вижас». Благодаря этим видеороликам о таланте заполярного гонщика узнали далеко за пределами Ненецкого округа. В этом году Алексей впервые участвовал на чемпионате России по экстремальному «Эндуро-2019» буйные есть. На старт вышли более 160 человек. Наибольшая конкуренция была в классе «Эдвенче», в котором выступал наш гонщик. Там за победу соревновались 108 спортсменов. Единственный представитель деревни «Вижас» и Ненецкого округа по итогам двух дней в основной гонке пришел 47-м. Добавлю, что в этом году на чемпионате России мотоцикл Алексею предоставили организаторы. А собрать необходимую сумму на билет до Калуги помогли единомышленники из других регионов. Ребята активно общаются в одной из групп соцсети ВКонтакте. В прошлом году с их помощью спортсмен из «Вижаса» приобрел себе мотоцикл. Творческую молодежь Ненецкого округа ждут на осенних сменах арт-кластера «Таврида». В автоматизированной информационной системе «Молодежь» стартовал прием заявок на форум молодых деятелей культуры и искусств. Первая смена «Таврида-танцы» стартует 10 и продлится до 16 сентября. Она объединит танцоров и хореографов различных стилистических направлений, классики, современного танца, контемпа, модерна, джаз-фанка и прочих. С 18 по 28 сентября состоится смена «Таврида-арт». В ней примут участие художники, скульпторы и искусствоведы. Третья осенняя смена «Таврида-лиц» соберет на форумы писателей, поэтов и литературных критиков. Она начнется 30 сентября и завершится 5 октября. К участию приглашаются представители творческих направлений в возрасте от 18 до 35 лет. Заявку можно подать на платформе АИС «Молодежь» в отдельной вкладке «Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-5.0». Выбрать подходящую школу и выполнить творческое задание необходимо на сайте «Мыс Тавриды». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok